Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в ходе оперативной работы получили информацию о том, что за этим забором в одном из дачных поселков города молодой Амич, возможно, изготавливает мифедрон. По имеющейся информации, регулярно посещает данный дачный участок с целью изготовления фасовки наркотического средства. Оперативники при поддержке спецназа задержали подозреваемого на выходе из дачи. При осмотре помещения изъяли почти 350 граммов мифедрона, а также оборудование и химические вещества. В дачном доме канистры, колбы, что-то наподобие лаборатории. Это что такое? Фильтрованная воронка. Как видите, очень много всего интересного. Да, в виде много всего интересного будет изъято тоже все. Здесь что? Соляная кислота, концентрированная. В этих холострах что находится? Вода с содой. А? Вода с содой. Здесь? Ацетон, по-моему. Здесь? То же самое. Что то же самое? Вода с содой. Бензин. По оперативным данным, 24-летний парень в течение двух-трех месяцев производил наркотик, а вещества для реакции, так называемые прекурсоры, получал через тайники закладки поблизости в лесу. А вот это что такое? Руки. Встал. Это что такое? Лед. Лед? Это лед-то не тает? Это температура-то какая? Какая? Какая температура-то? Я вам говорю, это лед. Что в ней? Прекурсор. Что? Кто там? Что? Вот это? Вот желтое и в ведре. Молодой человек не отрицал, что изготавливал мифедрон. Для каких целей? Говорит для себя. Только вот зачем в таких количествах не ответил. Это ваша подача? Да. Чем занимались здесь? Хранил прекурсоры. Для чего предназначены прекурсоры? Для производства. Производства чего? Мифедрона. А где брали прекурсоры? Мне их оставили тайником закладки. А с какой целью планировали изготавливать? В целях своего интереса. То есть для собственного потребления, да? И в таких масштабах больших? Что в таких больших масштабах? Ну, в прекурсорах много же у вас взяли? В таких больших масштабах, да. В настоящее время оперативники устанавливают личность второго фигуранта, который поставлял прекурсоры, технику и деньги. Следователем Следственного управления ОМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Это его первый преступный опыт. Ранее молодой Амич не был судим. В Омске перед судом предстанет продавец, обвиняемая в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Эти кадры уже были в эфире. На переднем сидении женщина в красной футболке просит сотрудника полиции не составлять протокол. 37-летняя Амичка торговала нелегальным алкоголем. Как же так получается? Ну как? Вы когда-нибудь воспитывали одна из твоих детей в съемку квартиры? Ну понятно, конечно, воспитывал. Ну а вот этот, или вам хозяйка? На причем они вообще ничего не знают. Ну ладно, не знаю. Уже сюда приезжали сотрудники полиции. Я про ихнюю я не знаю. Это лично моя. Тогда оперативник объяснил женщине ее дальнейшую судьбу. Смотрите, сейчас составим протокол об административном правонарушении. В дальнейшем направим его в суд. По решению суда будет наложен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей. В дальнейшем, если будете заниматься еще такой деятельностью, будете привлечены к уголовной ответственности. Продавец хотел решить вопрос по-другому. Молча кладет ежедневник, где находятся деньги. Внутри 15 тысяч рублей. Все, что происходит в машине, фиксировала камера в салоне. Кроме административного дела за торговлю суррогатом в отношении продавца за попытку дать взятку сотруднику полиции, возбудили уголовное дело. Сейчас следователи уже завершили расследование. Обвиняемую ждут судебные разбирательства. Обвиняемая была задержана сразу после передачи денежных средств сотруднику полиции за попытку дачи взятки должностному лицу, за совершение явно незаконных действий либо бездействия. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1,5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Кубышский район суд города Омска, где завтра начнется судебное рассмотрение. ДТП в Центральном округе. Пассажирский микроавтобус столкнулся с иномаркой. За рулем автомобиля была 44-летняя женщина. Сама она не пострадала, а вот своего пассажира пришлось везти в больницу. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Прибывшими сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель микроавтобуса «Форд Транзит», мужчина 78-го года рождения, двигаясь по улице Думская на пересечении с улицей проспект Карла Маркса, допустил столкновение с автомобилем «Пежо». В момент происшествия в микроавтобусе находились 9 пассажиров. За медицинской помощью обратилась женщина 1968-го года рождения. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины данного происшествия. Это видео прислал телезритель. Внедорожник как будто не видит впереди стоящих автомобилей и ускоряется. Что случилось? У него плохо стало, что ли? Или что? Ты смотри. ДТП произошло в вечернее время на улице Богдана Хмельницкого. Со слов владельца видеорегистратора, скорую помощь вызвали. Однако обошлось без пострадавших. Водитель внедорожника чувствовал себя хорошо. Сказал, что отвлекся от дороги на сотовый телефон. Испытания жаром и дымом, стрессом и препятствиями. Огнеборцы ликвидировали очаг возгорания в задымленных помещениях. На базе 7-й пожарно-спасательной части прошла плановая тренировка. В полном боевом обмундировании, в дыхательных масках и с тяжелыми баллонами на спине. Бригада из 20 человек находилась в теплодымокамере. Отработанные спасателями навыки могут пригодиться в реальных условиях пожара. Данные занятия проводятся в целях формирования у руководящего состава психофизиологических и физических качеств, которые необходимы для работы в экстремальных условиях, непригодной для дыхания среде. Жесть. Официальная группа ВКонтакте.